НИКО! МОЙ КОЗИН! Я не могу верить, что ты здесь! Добро пожаловать в Томмиро! Груй, ты идиот! Окей, я идиот! Кто-то бы тебя научил приличным манерам! Я сам себе и не могу... Приветствую всех зрителей этого видео, вы снова на моем канале, и мы продолжаем искать в GTA всё, что связано с Мазарашей. Надеюсь, вы уже посмотрели первый час моего проекта про игры 2D и 3D вселенной серии. А сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет про рождив вселенной серии. Но перед тем, как начать, хочется дополнить предыдущий ролик. В комментариях один человек рассказал, что в ресторане, куда СиДжи отправляют убить Марка Форелли, играет соревнование для струнного оркестра, написанное Пётром Ильичом Чайковским. Ну а теперь переходим в GTA 4, и я передаю микрофон своему напарнику Юрусу. Юра? Да, спасибо. В четверке тема России раскрывается гораздо глубже и интереснее, чем во всех предыдущих играх серии. Начнем мы, пожалуй, с главного героя. Как многим известно, он был скопирован с персонажа Владимира Машкова из фильма «В тылу врага». Однако не всем известно, что «Рокстар» изначально хотели, чтобы Машков еще и озвучил Нико. Но, увы, не сложилось. Вот что сам Владимир говорил об этом. Правда ли, что вам предлагали когда-то озвучить игру, видеоигру? Причем герой этой игры был списан с вас внешне, а вы отказались. Отказались, как сказано, потому что это не ваш уровень. Нет, ну, таких слов в моем лексиконе «Ни мой уровень» не было никогда в жизни. Мне прямо сейчас аж стыдно. Вот вы к стыду, да, вот я думаю, господи, неужели думаешь, что я так говорю? Нет. Дело в том, что это была странная такая полуаферистическая вещь. Так. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. Это, мне идет разговор о GTA IV. Да. То есть это самая продаваемая игра в мире. И они использовали мой образ из картины Джона Мура под названием «В тулу врага». Им понравилось такое. Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил, но не знаю. Но это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Но отказались, что что, неинтересно? Ну, как-то так. Я даже не знал, что это. Я не принял это всерьез. А то, что мимо денег теперь не жалко мне? А то, что мимо денег, ничего? Не переживайте. Я вам так покажу. Вот эти деньги, они все равно ко мне не имели никакого отношения. Сразу после приезда в Либерти-Сити Нико попадает в район Хоуф-Бич с заселённой эмигрантами из России, Украины, Белоруссии и остальных стран Восточной Европы, что задаёт району определённый калорит. Яблоки! Свою мать! Давайте пройти, идиоты! Убей её сейчас! Повсюду ездит русская мафия, на магазинах красуются русские вывески, из радиоприёмников большинства машин играет Владивосток-ФМ. Но давайте копнём конкретнее. Хоуф-Бич основан на реальном Брайтон-Бич, расположенном в Бруклине, в Нью-Йорке. Брайтон-Бич расцвёл в конце 80-х благодаря огромному притоку эмигрантов из Союза, ищущих дешёвое жильё и спасающихся от того, что творилось в родной стране. Поэтому, гуляя по району, русскоязычный игрок услышит так много выражений, радующих его слух. Увидит множество русских заведений, от мелких торговцев до выпивки, ресторанов и стильных шмоток. А жемчужиной района является Кабаре-Перестройка, основанная на реальном театре Миллениум на Брайтон-Бич. В Перестройке проходят различные шоу категории «Б». Основным контингентом являются русские мафиози, их боссы и их жёны. Звуковую атмосферу района дополняет радио Владивосток-ФМ, на котором крутят русскоязычные песни. От уже ставшей классики «Группа крови на рукаве» «Мой порядковый номер на рукаве» до некогда популярных попсов. Кресло диджея заняла украинская певица Руслана, запомнившаяся победой на Евровидении 2004 года. Победная песня также попала на радио в игре, да и вообще весь плейлист был составлен ею. Ребята из игромании в 2009 году сделали с ней интересное интервью, в котором можно узнать, как рок-стар пригласили её, как составлялся сценарий на радио, да и вообще, что она думает про видеоигра. Ссылка будет в подсказках в правом верхнем углу. Сценарий, на котором я озвучивала, на котором я всё чёрпала, на котором пятна чая остались, я взяла его с собой на память. И помню, приехала в Украину, да и в нашу, и я говорю, вот приблизительно текст, потому что там походу ещё импровизации шли, и я говорю, ты что, это всё читала? Ну, в смысле, ты это всё произнесла? Да. О, Боже, нас посадят! Я говорю, спокойно. Вы за счёты докажут идентификацию голоса. Конечно, я в курсе, что она с Украины, тем не менее, я считаю, что не упомянуть это было просто нельзя. К слову, трек, звучащий на Владивосток.фм под названием Liberty City The Invasion, рэпера Серёги, был специально записан для игры. Увы, у многих на Западе русские ассоциируются с водкой, и в GTA IV мы можем увидеть водку черенков, пародирующую реальную марку под названием Смирнов. Её также можно встретить в магазинах в GTA V, на костюме, в вывесках и так далее. Другая вещь, не менее прославившая Россию, это пушки. И здесь набор слабо отличается от того, что мы видели в предыдущих играх серии. Грантомёт RPG-7, наконец-то оригинальный автомат Калашникова и коктейль Молотова, залитый в бутылку элитной водки черенков. Ну что, мы всё об игровом мире, давайте перейдём к самому интересному. Русский мафиози. В отличие от предыдущих игр, здесь всё не так однозначно. Русская мафия поделена на три части. Самая слабая — клан Фаустина Раскалова, обосновавшийся в Хоуфбич. Вторым по силе является клан Булгарина, занимающийся торговлей людьми в Европе. И самый сильный из них — клан Кенни Петровича, являющийся чуть ли не главной русского ПГ во всей Америке. Если вы хотите узнать гораздо больше об истории каждой из них, то можете кликнуть на подсказку в правом верхнем углу, чтобы перейти на отдельный ролик про русских в сюжете GTA 4. Ну а мы переходим к другим частям серии. В Чайна Тома Ворс русская мафия тоже появляется, но там она играет куда меньшую роль. И известно лишь два её члена — наркоторговцы КАЗА и БОРИС. Собственно, остаётся GTA 5. И, наверное, все, кто проходили игру на сто процентов, очень хорошо помнят этот момент из серии Чудаков и Незнакомцев. Паспорт давай, ебарь, мам. Я не понимаю тебя. А, да ты по-английски не шаришь. Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. Ты по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью. Послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. Что? Да-да, знакомьтесь, это Джозеф. Джозеф всей душой ненавидит иммигрантов, при том, что он вообще самый международный персонаж в серии. Представьте себе ситуацию. Русский иммигрант по имени Иосиф, от которого как раз и образовано имя Джозеф. В Америке фанатеющий от английской королевы, кричащий национальный девиз Франции, кидающий зигу и озвученный украинским актером. Просто невероятно к-к-к-комбо. Я защищаю эту нацию от многокультурности. В GTA Online одно из ограблений нацелено на спасение из тюрьмы Максима Рожковского. Русского ученого, химика, инженера, социопата, эгоиста и убийцу. Короче, русская версия Уолтера Уайта. Также по сюжету, любовницу одного из важных персонажей по имени Марти Мадраса зовут Наташа и она родом из России. Что касается пушек, то здесь в сравнении с прошлыми частями произошли некоторые изменения. Все еще на месте РПГ и коктейль Молотова. Вместо Калашникова китайская копия. Зато добавлены русская Сайга, ПКМ и укороченный Калашников. На свалке в Ля Пуэрто можно обнаружить ржавый Т-34-85. Как он там оказался, черт его знает. Внедорожник Меса некоторыми чертами напоминает УАЗик 469. И говоря о воздушной технике. Некоторая воздушная техника в GTA V и GTA Online базируется на советском авиатранспорте. Боевой вертолет Savage на Mi-24. Cargo Play на An-124 Ruslan. А в дополнение с Muggler's Run были добавлены самолеты, базирующиеся на MiG-17 и An-12. Одной из реклам, что игрок может увидеть на внутриигровом телевидении, является жесткая реклама алкоголя ногу-водка. Нельзя не упомянуть мультфильм под названием Гордом Морхед «Rights Again», в котором в одной из серий стебутся над русскими как только можно. На этом мы потихоньку закругляемся и я обратно передаю слово Никите. У меня немного. Во-первых, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Во-вторых, ролик про русский в сюжете GTA IV выйдет немногим позже, с ним придется еще поработать. В-третьих, вот вам ссылка на интервью игромании с Русланой. И в-четвертых, я решил завести свой телеграм-канал, в котором постепенно будет движуха. Немного побольше инсайтов о работе над каналом, над новыми роликами, ну и все такое. Всем спасибо за просмотр еще раз, до новых встреч.